Всем доброе утро! Спасибо, что пришли. Меня зовут Никита, и сегодня мы будем говорить о том, как мы начали использовать Jetpack Compose в Тинькофф для физлиц. А именно переписывать модуль истории. И попробуем сегодня ответить на вопрос, а стоило ли оно того, и какой от этого выхвата. Чуть-чуть о себе. Я ведущий разработчик в компании, занимаюсь банком для физлиц и являюсь следом команды истории. Истории — это core-компонент, который интегрируется также в приложение для бизнеса, в детское приложение и в приложение виртуального оператора. О чем мы сегодня будем говорить? Познакомимся с Compose, если вдруг кто не знаком. Познакомимся с проектом Stories и посмотрим на их проблему, которая, собственно, привела к переписыванию. Посмотрим на нюансы и проблемы и ошибки, с которыми я столкнулся во время переработки. Ну и закончим все итоговыми замерами, цифрами и выводами. Что же такое Compose? Это фреймворк, который является частью библиотек Jetpack, разрабатываемых Google. И позиционируется как современный набор инструментов для разработки нативного UI, который ускоряет и упрощает разработку пользовательского интерфейса. Ну и выглядит это как Kotlin код, где мы блоки, вкладываем в блоки. В целом, такая же логика, как и в XML. Чуть-чуть посмотрим на... поподробнее, да, и проведем некие параллели между привычными нами вьюхами и Compose-компонентами. На скриншоте мы видели карт, по сути, это карт-вью. Также есть Column, это вертикальный linear layout. Также есть Analog Row, это горизонтальный linear layout. Также есть Lazy Column и Lazy Row, это Analog RecyclerView. В зависимости от ориентации, о нем мы сегодня будем много говорить. Box, по сути, это FrameLayout. Image — это ImageView, и текст — это TextView. Вот. Дальше. Дальше Stories. Stories, на самом деле, я думаю, много кому знакома такая механика по многим соцсетям. То есть у нас карусель из превьюшек цветных, при нажатии на которые у нас вылазит на весь экран контент. Вот. Stories у нас четыре года в проекте, и... Да, и это один из наших основных каналов взаимодействия с клиентом. Да. Через него мы можем доставлять до клиента какую-то персональную информацию, развлекательный, образовательный контент и так далее. Вот. И сегодня предмет нашего обсуждения будет именно вот виджет, карусель превьюшек. Про контент говорить мы не будем. Да. Посмотрим на него чуть-чуть поближе, а именно на ячейку. Самая типичная стандартная ячейка историй, по сути, она расслаивается на три слоя. Это картинка, градиент и текст. К тому же, в целом, их может быть великое множество, как видео, иконка, текст посередине, анимированный градиент и куча, на самом деле, всего. И мы должны уметь быстро добавлять новые и комбинировать их между собой. Но тут мы упираемся в проблему, которая имеется в текущем решении. А именно, что истории грузятся со сети и в таком же вот этот дата-объект, который парсится, он прям попадает на UI. И отсюда вытекают следующие проблемы, что вся логика принятия решения, как рисовать эти слои, какие скрывать, какие показывать, все в адаптере для ресайклера. Вот. Код запутанный, и отсюда вытекает, что его нереально поддерживать и расширять. И, как пример, полтора года назад где-то бизнес к нам пришел, сказали, мы хотим видео в историях. Мы им добавили сквозь боли, слезы, очень много багов было и проблем. Потом, через полгода где-то к нам бизнес приходит, говорят, мы хотим еще новые шаблоны, новые слои, по сути. Тут у меня задергался глаз и вспоминаю, что было с видео, и я решил, что нет, хватит. И было принято решение, что надо переписывать. Выбил время у бизнеса и начал делать это на композе. Но прежде чем углубляться в какие-то детали, прорабатывая бизнес-требования, был сделан некий прототип маленький. То есть, как вы видите на скриншоте, сверху это старый вариант, снизу это уже новый на композе. Визуально почти ничем не отличается. И самое приятное, что на это ушел день разработки. Здесь важно отметить, что у меня был где-то месяц опыта в композе. То есть, он только-только в стейл вышел, и на самом деле порог вхождения очень низкий. Ну и дальше, ввиду этого прототипа было понятно, что надо продолжать, надо прорабатывать и добиливать. И давайте, собственно, к добиливанию и перейдем. Во-первых, посмотрим, как на уровне данных наши истории выглядят. Все просто. Слои. Это силный интерфейс с каким-то узким набором вариантов. Ну, как раз, как те, которые я говорил, иконки, текста и картинки, ну и так далее. Вот. Сама ячейка, по сути, тоже три типа имеет. Это обычная история со списком слоев, которые таким наслойным пирогом будут. Ой, вот так, да. Папка. Это сетка 3х3 с сохраненными историями. Я их попозже покажу. И скелетон. Это серый прямоугольник, который мигает, пока история грузится. Вот. Теперь нам нужно как-то эти данные рисовать. А рисование максимально тривиальное и простое. То есть у нас есть, по сути, бокс. Напомню, это фрейм лаяут. В нем мы в списке пробегаемся по слоям. И мы разбираем их по типам, рисуем. Каждый слой рисуется максимально просто. Типа, просто имидж накинули, и просто текст накинули. И, собственно, все. И вот за счет вот этого типа того, что они простые, вот слои простые, но за счет этой комбинации достигается сложность превьюшки. Чего не было нереально сделать на старом варианте. Там была огромная XML-ка, в ней куча всех вьюшек, все слои, и мы внутри прям принимали решение, как что показывать. Вот. Все, у нас есть ячейка, теперь ее нужно как-то реагировать на нажатие. Как это делается? В композе настройка всех виджетов происходит через модификаторы. То есть закругление, какие-то цвета, отступы, размеры, вот это все идет через модификаторы. И обработка жестов, в том числе, тоже идет через модификаторы. И тесно связано с карутинами. То есть есть, допустим, один из таких, pointer input, в котором мы можем получать доступ к низкоуровневым motion-вентам. Вот. Тело ее асинхронное на карутинах. И вот функция wait pointer event scope как раз позволяет получить доступ к низкоуровневым вот этому motion-вентам. Она тоже асинхронная, и, как ни странно, мы навеваем потоки и запускаем while true. Первая функция вот в этом, получается, обработчике wait first down. Она, по сути, спит до тех пор, пока вы не нажмете пальцем на виджет. Все, она выполняется, как только мы нажали на виджет. Реагируем на нажатие, то есть уменьшаем анимированно, уменьшаем масштаб. Все, после этого опять уходим в симметричную функцию ожидания отмены. Ну, типа, когда палец убрали с экрана. Все, она тоже сбит, тоже не блокирует поток, естественно. Все, она выполняется, и реагируем на это обратным действием, запускаем анимацию восстановления масштаба. Вот. Потом на это дело накидывается Combined Clickable Modifier, через который мы можем отслеживать, ну, самые такие типовые нажатия, типа короткого нажатия, длинного нажатия, там, double tap. Вот, нам нужен только короткое и длинное, и в этом месте еще важно отключить индикацию, то есть ripple или еще какой-то переопределенный способ рисования индикации, и все выключается. Собственно, все. Таким образом, мы уже умеем рисовать ячейку, умеем... Так. Да. Умеем рисовать ячейку и умеем реагировать на нажатие. Теперь нам нужно как-то упаковать эти ячейки в список. И вот здесь начинается самая сложная дилемма. Что использовать? Lazy Row или Recycler? Вот. Давайте посмотрим сначала, как в целом делаются списки, Composable списки с обоими вариантами. Ну, для Recycler это, понятно, адаптер, а для Lazy Row это специальный DSL. Как они выглядят? Да. То есть обычный классический стандартный адаптер. Внутри создаем ViewHolder, у которого ViewHood это ComposeView. Напомню, ComposeView это функой. Это ViewHood, которая является таким мостиком между Composable миром и миром старых ViewHood. И мы можем в ней рисовать Composable контент. Все. Дальше по классике создаем ViewHolder. И в Unpaint ViewHolder мы как раз рисуем, собственно, нашу ячейку в вот этой ComposeView. В противопоставлении этому Lazy Row рисуется в пять строк кода. То есть просто вызываем функцию Lazy Row, на ней вызываем DSL функцию Items и говорим, как каждый элемент рисовать. Тут очевидно, если ввести некое сравнение между подходами, то Lazy Row можно однозначно выбрать балл. Ну а дальше идет не так все красиво и прекрасно. Допустим, нам нужно для истории SnapHelper. То есть это когда у вас ячейка приклеивается к середине экрана или к краям. У Recycler для этого есть встроенный механизм. У SnapHelper или линер SnapHelper в частности. А в Lazy Row этого нет. То есть придется что-то кастырить, изобретать или искать на GitHub какие-то решения. Времени на этого не было совсем, поэтому балл Recycler. Это лично мое сравнение, то есть у кого-то могут быть другие критерии и вы можете выбрать Lazy Row для своих задач. Дальше. Дальше обновление списка. То есть когда мы делаем pull to refresh, у нас может прийти новый список историй, и их нам нужно анимированно поменять местами. У Recycler для этого есть Defaultil, понятно. А вот Lazy Row на первых версиях, когда я все это делал, вообще не было никаких инструментов для этого. Недавно появился модификатор Animate Ipin Placement, он тоже как-то пытается анимировать элементы, ну изменения списка, но он пока экспериментальный, работает очень плохо, ему впротив делать нечего пока. Поэтому еще балл Recycler. Дальше. Следующий критерий, немножко странный и сомнительный, это View должна быть элементом списка. Что имеется в виду? Когда вы нажимаете на историю, запускается специальный аниматор, который плавно анимирует, получается, View-шку из Recycler в фрагмент истории, который на весь экран выстягивается. И этот аниматор заточен на работу с View-хами. Опять же, он сложный, и переписывать его не было абсолютно времени и желания, на самом деле. Поэтому это был очень важный критерий. Поэтому в Recycler, понятно, View-хи есть, как ячейка. О, да, это хорошо. Сейчас я водички кладу. Простите. А в Laser-Row у нас в целом можно в View-ху засунуть внутрь, но это нам бы просто выстрелило в ногу, и задачу решения не упростило. Так, сейчас я вот это попью и продолжу. Все. Так, дальше. Поэтому у Recycler накидывается еще балл. И последний критерий – это переиспользование. У Recycler по определению, понятно, есть переиспользование ячейок, то есть ячейки, которые уходят за пределы экрана, они переиспользуются при следующих байндерах. В то же время, как в Laser-Row этого нет. То есть ячейка, которая уходит за пределы экрана, она просто удаляется. И при необходимости создается новая сверху, там, снизу. Вот. И казалось бы, ну и как бы фиг с ним, давайте так, но мы работаем с View-хами, мы работаем с видео-ячейками, и видео в Compose никак не поддерживается. То есть такие сложные, как TextureView, WebView, они вообще не поддерживаются, и их приходится через Interop добавлять. Вот. То есть что мы пытаемся добиться? Мы пытаемся нарисовать горизонтальный список на Compose, в котором в каждой ячейке рисуется видео. Давайте попробуем это сделать. Ну, вот элемент списка, то есть мы создаем AdapterPlayer, запускаем на нем загрузку видео, и через Interop функцию Android View, то есть в ней можно, в Composeable, получается, за дереве рисовать нативные андроидовские View-шки. Вот. Создаем TextureView и на нем запускаем видео. Вот. Создаем список из десяти элементов, и оно работает. Работает, все нормально, типа анимируется, все прекрасно. Но если это вот за кадром я обложил это все логами, и посмотреть на логи, то происходит вот какая-то вот такая вот ситуация. То есть постоянно создаются новые DextureView, новые экзоплееры, лаунчат-эффекты запускаются, и даже ячейка уже была на экране, и снова появляется. Все равно это все происходит. То есть это как раз эффект того, что лазеров удаляют ячейки. И поэтому в своем сравнении я еще балл выдал Ресайклеру, и, собственно, на этом стало понятно, что в моей конкретной ситуации лучше использовать все-таки его. Но на самом деле я тогда ошибался именно в плане Ресайклинга вот этого пункта, потому что столкнулся с проблемами видео в списках. То есть когда у нас в ячейках есть видео, то есть DextureView, мы скроллим этот список, происходит потеря кадров. Что я имею в виду? Вот у нас вот тот же самый список, ячейка уходит за пределы экрана, и в лазеров она удаляется, а в Ресайклере она отсоединяется и уходит в пул. В обоих случаях происходит DetachFromWindow. То есть в этот момент в TextureView происходит очистка каких-то OpenGL ресурсов, каких-то GNI ресурсов, короче, трудоемкая задача. И нужно как-то с этим бороться. Как этого избежать? Нужно как-то TextureView оставить на экране и не отсоединять его. То есть избежать вот как раз вот этого вызова DetachFromWindow. После многих экспериментов и исследований было решено делать прям в тупую. Просто создать пул из TextureView, который всегда на экране, и переиспользовать видеопоток с них. Если это схематично рассмотреть, то получится же нечто такое. То есть наша вся вьюха желтая, ну, собственно, превьюшки, это FrameLayout. В нем у нас RecycleView с ячейками, и рядом у нас TextureViewPool. Это как раз тот самый пул, о котором я говорил. По сути, это LinearLayout. Ячейка, как я уже выше говорил, это ComposeView, по сути. И внутри создается специальная вьюха, когда есть видео. Зачем это надо? Вот, допустим, у нас ячейка появляется на экране. Она идет в VideoPlayerManager, и у него просит плеер, ну, там, по урле. Все. Менеджер же, в свою очередь, идет в пул и создает либо новую TextureView, или берет свободную, если там уже была создана. После этого захватывает ее и запускает на ней видео. И самый прикол, что мы подписываемся на обновление кадров этого видео и просто копируем каждый кадр в битмапу внутри ячейки. Ну, и инвалидейтим себя там по 30-60 раз в своей смеси от частоты кадров видео. Вот. И как бы не костыльно это решение выглядело, это на самом деле намного плавнее работает, чем если бы TextureView была внутри. Вот. Так. Дальше. Следующим пунктом у нас идет ошибки. Я на самом деле много возился с ошибками, у меня несколько их было, и все они почему-то были из internal кода. Вот вылетали оттуда, и вот про stack trace вообще непонятно. То есть те, кто говорили, что в Rx stack trace сложный или в корутинах, ну, в общем, нет. Потому что вот в Composer офигенно сложные stack trace, и вообще непонятно, что к чему. Вот одна из таких ошибок, о которых я хотел рассказать, это StartEnding Balance. К счастью, был ответ в Stackware Flow в Гугле. Ребята говорят, что не надо делать return в теле Composable функций. Поискав немного по коду, я нашел виновника. Это как раз вот эта сетка из, ну, папка сохраненных историй. Что в ней было не так? А было не так следующее. То есть здесь создается колонка с тремя, получается, строками, и в каждой строке по три ячейки. И я думаю, внимательные уже заметили ошибку. Вот он, return, который делать не нужно. Почему его делать не нужно? Кстати, может быть, есть в зале у кого-то мысли, почему его делать не нужно? Так, видимо, нет. Ладно, сейчас расскажу. Compose после компиляции на уровне байт-кода промечает начало Composable функции и ее конец. И если мы вот так делаем return посередине нашей функции, происходит следующее. То есть он прометил, что функция началась, но не прометил, что она закончилась. И, ну, и, собственно, что-то невалидное происходит, и на этом падает. Почему это вообще стало возможным? Потому что функция Box, Column и Row – это все inline функции. И Kotlin как язык такой, ну, окей, выходи. Ну, вот, собственно, и вышел. Получили ошибку. Вот, поэтому, ну, решение простое. Просто инвертируем if, и все. Вот, поэтому нужно быть… Во-первых, нужно не делать return из Composable функций, из вот тела, и быть аккуратным с inline функциями в Composer. Вот. Дальше у нас идут некоторые замеры всего того, что получилось в итоге. Вот, сначала посмотрим на время сборки. Так, так, так. Хотелось бы уточнить, что я собирал наше демо-приложение «Историй», то есть маленькое приложение, которое весит немного и собирается на пол-три минуты, потому что «История» – это библиотека, и она уже в собранном виде попадает в мобильный банк и в остальные приложения, поэтому на мобильном банке вот такие замеры делать смысла нет. Вот, собирал локально на своей рабочей машине MacBook Pro i9 с 32 гигами оперативной памяти. Вот. И что мы видим? Холодная сборка с Composer стала больше на 20 секунд. Горячая сборка на секунду. Ну, на самом деле, это, я думаю, погрешно статистическое. Вот. Релизная холодная сборка стала дольше на 30 секунд, и горячая релизная сборка, то есть там с минимальными какими-то изменениями и без чистки всех кэшей, на 9 секунд подольше. То есть, ну, можно прикинуть, что становится несколько дольше, но я не думаю, что если у вас проект собирался 30 минут, то он после этого будет, после прихода Composer будет собираться, типа, 45 минут. Это надо исследовать, но, скорее всего, нет. Окей, дальше. Дальше смотрим на размеры ПК-файлов, которые в итоге получаются, опять же, с демо-приложениями истории. Так, дебаг у нас сборка стала легче на... ой, тяжелее на 300 килобайт, релизная сборка стала тяжелее на 500 килобайт. Причем это уже Composer, какая-то там самая крайняя версия, получается, 1.1, и уже с написанным вот всем кодом, с превьюшками, вот со всем этим. Я думаю, это не так много, на самом деле, 300 килобайт фигня. Дальше. Дальше немножко посмотрим на вот полосы адресовки, хардверные. То есть на левом, получается, для вас в телефоне, это без Composer, то есть старые превьюшки, справа это с Composer новое. И из интересного здесь можно заметить следующее. А, да, да. Видно очень высокие столбцы во время скроллинга. Эти столбцы на левом телефоне, это как раз вот эти моменты, когда ячейка видео уходит за экран и происходит просадка кадров. Вот. В то же время с Composer вариантом с новым, с вот этим костылем с видео, про которое я рассказывал, этого нет. Хотя и в среднем по больничке все равно выше. Да. И еще я сделал специальный замер без видео, чтобы вот этих артефактов не видеть. И старый вариант с вьюхами. Вообще плавно он почти все в районе зеленой линии. В то же время как Composer в районе желтый и часто за красный вылетает, что не очень круто. Здесь я бы добавил, что не все оптимизации были приняты. Типа, как он там, build profile не настроен. И в целом в коде не все так идеально, потому что такой первый получается опыт. И надо немножко дорабатывать. Но в целом, наверное, можно прикинуть, что пока Composer несколько медленнее рисуется, чем в вьюхе. Вот. Такие вот замеры. Дальше. Дальше еще хотелось про tooling рассказать немного. Библиотека не библиотека, особенно таких масштабов, как Jetpack Composer, если в ней нет нормального инструментария. И Google постарались. Сделали превью в студии. То есть прям любую функцию можно прометить специальной аннотацией. Она будет рисоваться справа, как в XML. Также с ней можно взаимодействовать. Также она будет реагировать прям на нажатие мышкой. Также в ней может поддерживаться ход reload. То есть вы в коде меняете какие-то примитивы, строгие, отступы, размеры. И что-то, если Composer сможет, он перерисует. И даже это ход reload работает на реальном телефоне. То есть можно на реальный телефон, реальное приложение запустить, что-то менять, и он будет перерисовывать. Дальше в недавней Альфе, получается, 1.2.0 Composer, появились перформанс-метрики. Это специальные отчеты, которые вываливаются при сборке, с которых можно получить некую такую информацию о том, насколько эффективно ваши Composer функции работают и как часто они будут перевозываться. Про это я не буду сейчас рассказывать. У меня есть ссылка на статьи по этому поводу. Там в конце все будет. Окей, дальше. Плагин Composer в студии поддерживает на самом деле много чего. Там есть много подсказок. И линтеры есть, и темплейты есть, и чего только там нет. Вот, это классно. Также есть поддержка layout-инспектора. Пока отображение границ элементов в настройках разработчика, которые включаются на телефоне. И в какой-то из последних студий появился инспектор анимации. То есть можно прям ползунком пролистывать вашу анимацию и дебажить ее, смотреть, что где с ней не так. Вот. На этом с тулингом все. Он не идеальный, но хочется верить, что инструментов станет все больше и больше, и они будут более стабильными. Дальше давайте немножко как-то уже подытоживаться и обсудим плюсы и минусы. Чисто мои субъективные, вот то, что я смог собрать. Ну, во-первых, лично по моему мнению, код становится намного более лаконичным, простым и расширяемым, и читаемым главное. Также поддерживается Jetpack навигация. То есть теперь на Composer можно сделать в целом single activity application без фрагментов и без view получается замечательно. Про View Interop я уже говорил. Он на достаточно хорошем уровне работает. С ним в целом проблем почти не было. Пару мелких косяков вылазило, но это так. Документация в библиотеке просто замечательная. Все наглядно, все с картинками, с примерами. Понятым языком написано. Класс, замечательно. Постарались Google. И в целом фреймворк развивается очень быстро. Каждые 2-3 недели появляются альфа-сборки. Уже сейчас есть поддержка Material 3. Это новый, воздушный, закругленный. Это все уже есть. Оно офигенно выглядит и достаточно хорошо работает. Но из минусов хотелось бы отметить следующее. Compose может в дебаге работать медленно. В дебаг-сборке. Допустим, Lazy Column может неистово лагать на самых простых ячейках. Просто потому что дебажная сборка. Как это лечить? Собираем релизную сборку с R8 со всеми оптимизациями. И оно внезапно начинает летать. Вот это на самом деле минус, когда ваше приложение попадает тестером и дизайнером на дизайн-ревью в дебажных сборках. Также имеются не все компоненты. Допустим, нет полу-турефреша, нет фликсбокс какого-нибудь или стагерит лайаут менеджера. Всего этого нет. То есть это нужно искать, шерстить по GitHub. И там есть для этого решение. И в целом нужно понимать внутренности композа, как он рисует и перерисовывает элементы, чтобы правильно его оптимизировать. Для кого-то это минус, но в целом, если вы используете библиотеку, то, наверное, лучше бы ее изучить и понимать, как она устроена. И, собственно, к выводу, фреймворк очень молодой, ему меньше года. И на самом деле он даже сейчас уже полноценный на нем. Можно делать приложение. У меня есть в маркете приложение. Я делаю еще одно на композе приложение. Также знаю несколько примеров тоже в маркете уже продакшн. То есть нормально, можно делать реально сложные приложения. Это классно. Также в историях композ подошел просто замечательно. Мне прям очень понравилось. Даже исключая вот эти минусы и проблемы, с которыми он столкнулся, мы не будем останавливаться. Мы будем продолжать переписывать истории на композ. Также вьюхи и композ использовать – это норм. Это не костыли, этого не надо бояться, это нормально. То есть я думаю, мы будем в будущем жить в таком комбинированном мире. То есть делаем все на композе, но при необходимости, когда видео или веб-вью или еще какой-то сложный, допустим, кусок, мы его просто вьюхо оборачиваем и рисуем. С этим проблем нет. Ну и в целом такое напутствие. Попробуйте внедрить к себе в продакшн какой-нибудь проект или в пэт-проект. Создать, не знаю, какой-нибудь маленький экран или маленький виджет. Я обещаю вам, вы кайфанете. Это очень классный фреймворк. Не без минусов, естественно, но очень классно, и вы не пожалеете. Вот. На этом у меня все. Можем переходить к вопросам. И здесь все ссылки, с которыми я бы хотел с вами поделиться. Вот. Спасибо, Никита. Классный доклад. Давайте ваши вопросы. За вопросы мы даем приз от спонсора секции DoubleTap. И еще Тинькофф дает свой приз, так что сейчас разыгрывается много чего. Давайте интересных вопросов. У меня такой вопрос. Согласен ли ты, что вообще при создании Compose Google вдохновлялись React, подходом React к построению компонентов? Просто по моему опыту очень схожи. В целом, да. Но я с React очень плохо знаком. Я фронтом никогда не занимался. Скорее, Google, когда создавали Compose, они вдохновлялись Flutter. Они там как будто бы на соседних этажах сидят и друг к другу подглядывают, ходят идеей. Но в целом, да, то есть вот этот компонентно такой ориентированный подход очень похож на реактовский. Да, я знаю. Да, согласен. Расскажи, пожалуйста, немного про UI-тестирование всего этого. Во, хороший вопрос. UI-тестирование в Compose делается, на самом деле, просто по методичке, которая на страницах Google написана. Просто по пунктам делаете, и оно будет работать. То есть я вот прям так сделал, и все. То есть я хотел сюда добавить блоки про UI-тестирование, но с ними вообще не было, во-первых, проблем. Просто по методичке сделал, и все. И, во-вторых, это был бы просто пересказ документации, чего тоже как бы смысла нет. То есть никаких проблем с этим нет. У нас все вот эти ячейки, все вот эти истории, которые мы сделали, сейчас покрыты UI-тестами композерскими. Есть поддержка Коспрессо, по-моему, еще в Альфе или где-то там, не знаю. И даже Эспрессо пытается вроде как-то с ними работать, совсем минимально, но в целом работает. Я же делал на самом низком таком уровне, который Google там описали через рулы. Так что просто в документацию заходите, там все по пунктикам расписано, что как куда, все классно, тестируется, замечательно. Используете ли вы стейтхолдер или напрямую запрашиваете данные с Vue модели? Так, что это имеется в виду, немножко непонятно. У вас статья на хабре. Да, микрофон. Была статья на хабре, где предлагали использовать стейтхолдеры. То есть между Vue моделью и Vue у нас есть стейтхолдер, мы пишем remember, кастомную функцию, и из нее уже взаимодействуем с Vue моделью. Вы используете в своих проектах это или нет? Remember? Нет. Я не совсем, если честно понимаю. Возможно, я не читал эту статью. Ну вот есть, например, remember, cartoon, scope, да? Да. А мы создаем точно такие же remember для взаимодействия с Vue моделью. Здесь такого нет. Да, здесь такого нет, потому что… По-моему, там Vue модели нет даже. То есть у нас немножко по-другому там все устроено. Поэтому такого нет. Ну хорошо, а считаете ли вы тогда это излишним? Такой подход? Ну то есть правильнее дергать напрямую Vue модель или было бы правильнее все-таки делать вот эти вот стейтхолдеры? Как на ваш взгляд? Сложно. Сложный вопрос на самом деле. Нужно, чтобы вас понять, мне нужно посмотреть на код, как это выглядит. Если честно, я… Ну потому что я туплю, конечно, и это честно я не могу сейчас ответить. Давайте где-нибудь там в дискуссионной зоне просто посмотрим на код. И тогда я уже вам нормально смогу объяснить. Я не до конца понял вопрос. Еще вопросы? Скажите, а как вот этот композ переживает поворот экрана? Ну, во-первых… Сохранение данных, вот как с Vue? То есть мы это понимаем к работе с Vue, а как с композом? Вот, смотрите. Ну, во-первых, если… Как называется? В манифесте переопределить специальный флаг, то он, ну, который… Ну, как называется? Который activity не пересоздает при повороте, то композ просто перерисуется. Это раз. Но если этого не делать, то в целом, ну, данные также будут теряться, если… Ну, как во Vue-хах без ID-шников, допустим, да, или в Vue-хах, в которых не прописано, как именно сохранять. Во-первых, какое-то состояние мы можем хранить во Vue-модели или там в презентере… Нет, презентере уже нет, в композ не про это. Еще там есть механизм remember-ов, remember-savable называется. Он позволяет в бандл, в тот же самый бандл, сохранять примитивы, типа строк, там, винтов и так далее. Вот. Плюс в композе для каких-то более сложных объектов есть механизм saver, так называемых, через которые можно определить правила, по которым мы хотим сохранить наш объект, опять же, в бандл, для того, чтобы он пережил переворот экрана или изменение конфигурации. В общем, там для этого все необходимые инструменты есть. Не было ли проблем с экзоплеером при рекомпозиции Vue? Нет, как раз вот этот механизм, которым я показывал, да, где он у меня, вот этот. У меня текстер Vue хранятся всегда на экране, к ним прибинден экзоплеер и все лежит в пуле. То есть ничего на Vue, на самой ячейке никогда не создается. И то есть, по сути, рекомпозиция ячейки, сколько их бы не было, они никак не влияют на экзоплеер, потому что экзоплеер хранится совершенно в другом месте, которое никак не пересоздается. И мы просто поток видео с текстер Vue, по сути, с экзоплеера транслируем внутрь ячейки. Так что проблем с этим не было. Здравствуйте. Такой вопрос получается. Вы за Android-команду отвечаете, ввели там, видимо, Compose. А как на iOS-команде у вас? Будут ли использовать тоже Compose? Будете передавать опыт свой или нет? Так, ну в iOS у нас нет Compose. Там есть SwiftUI. Они же, по-моему, там в бете что-то хотели тоже. Нет. Compose сейчас есть мультиплатформенный. Ребята из JetBrains смогли его сделать мультиплатформенным. То есть для веба, для десктопных всех систем. Ну и для Android-а, понятно, Google делает. Но для iOS-а пока нет. Поэтому там ребята как-то по-своему верстают. Мы никак не шарили эту экспертизу. Поэтому нет. Ни Kotlin Native этого нет у нас в проекте, ну в историях. Ни какого-то шаринга знаний в плане Compose с iOS-никами. Понял, спасибо. А вообще в Тинникове используется Kotlin Native? Да. Есть несколько проектов, которые экспериментируют и, по-моему, даже в продакшене живут на Kotlin Native. В приложении физика? В физиках нет. В других приложениях есть. Окей. ВОЛНИЕ 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 ВОЛНИ